В Минске несколько находок. Ну, во-первых, действительно, немножко такого нашего прошлого хлебнул. Даже в троллейбусах объявления из нашего того общества, там, допустим, в случае пожара разбить стекло молотком, молоток у водителя. Но мне понравилось, запомнилось больше всего другое. Я приехал на поезд, мне надо было ехать в Ригу. Может быть, действительно, у них что-то решается по звонку, по команде сверху. Но поезд мой ушел на 10 минут раньше. Раньше. Вы понимаете, все, что... Я такого никогда не видел. Кто его вызвал, куда, я не знаю. Но нельзя сказать, что я совсем опоздал. Я его видел. Он так копчиком мелькнулся по воротам. И я потом, я совладал с собой, быстро говорю водителю, гони быстро в Полоцк, мы должны обогнать поезд, и я сяду в Полоцке. Мы гоним, мы обогнали поезд. Поезд в Полоцк опоздал на 3 часа. Где он шатался все это время? Какими пробирался партизанскими тропами, я не знаю. Пять утра. Мы, извините за подробности, вполне бытовые. Ну, никуда не денешься, это наш быт. Мы пошли в туалет с водителем. Сидит, естественно, вахтерша. Говорит, у нас туалет платный. Я говорю, пожалуйста, 2 доллара за двоих. Она говорит, ой, что вы, это валюта. Я говорю, ну и что? Она говорит, меня аж посадят. Куда тебя посадят? Ты и так сидишь не в лучшем месте. Ну, я ей это говорить не стал. Я говорю, а что надо? Она говорит, билет нужен. Я говорю, куда? Она мне говорит, в туалет. Я говорю, билет в туалет? Она говорит, да. Я говорю, у меня есть в Ригу. Она говорит, нельзя в туалет по билету в Ригу. Я говорю, это ежу, ясно. Ага, 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 что делать? Она говорит, там за углом есть касса билетов в туалет. Я никогда такого не видел, чтобы билеты продавались, как в большой театр. И я говорю, там остались хорошие места еще. Но закончилось не так весело, потому что я вам сказал, я пришел туда, написано, касса в 7 утра открывается. Я горжусь вопросом, который я задал этой вахтерше. Вернулся и спросил, скажите, а контролеры потом ходят по толчкам с дыроколом? Вот проверяют, кто там с зайцем находится? Но главный улов в Минске был другой. Главная находка была в Минске другая. В Макдональдсе ценник. Готовы? Произнесу с выражением, чтобы была понятна каждая буковка, как написано. Ценник. ШИСБУРГЕР! Через И. Осталось написать ДРАНЬБУРГЕР и все. Вообще, есть такие надписи, свойственные только какой-то одной конкретной стране. Вот, например, следующее, это в России была видена мной надпись. На рынке требуется продавец на мясо. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Или, где еще возможно, только в России такое объявление, трезвые грузчики перевезут мебель. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А это совсем российская надпись. Во многих странах бывал, как вы поняли, но на бензоколонке такой надписи нигде не видел. Бензина нет совсем. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот это для нашего упорного человека. Все равно обязательно каждый подходит, ухо просовывает туда в окошко, и ухом спрашивает, совсем нет бензина? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хорошо, что не отъехала. Украина тоже симпатичная страна. Мы с Евгением Аганчим ехали как-то в Киев, и Петросянам не могли найти поворот на Киев. Ни одного фонаря, никакого освещения, никакого указателя. И вдруг светит фар, такой радикулитный указатель какой-то. Мы посветили, а там написано, все дороги ведут в коммунизм.